Из отделения милиции в отделение хирургии. После беседы в отделе парень оказался в больнице, говорит. Оперативники проявили себя знатоками методов допроса третьей степени устрашения. За что же пытали молодого человека? Я не могу нормально говорить, потому что у меня рот не открывается, потому что сломанная челюсть, я еще не ровно. А где тебе сломан? В милиции. Дмитрий уже несколько дней в больнице. Питается исключительно через трубочку. Со сломанной челюстью по-другому есть не получается. Все это последствия допроса в отделении милиции, рассказывает парень. Подробности беседы с оперативниками он будет помнить долго. Одели противогаз. Подкатили штаны так чуть-чуть, намочили водой. Одели провода. Начали закрывать воздух в противогазе и подключать сразу ток одновременно. Пытками требовали признания в какой-то краже, рассказывает Дмитрий. И добавляет, уже через пару часов он все подписал. Выдумал человека, ну, какого-то Женю там придумал, что я как бы с ним разговаривал. Ну, чтобы они чисто отпустили, чисто из-за этого. Ну, как не подписать, когда ты в наручниках, а в разговоре участвуют самые веские доводы? Вражали мне там, что изнасилуют и все, что ходят. А ведь как все внешне мирно начиналось, вспоминает теперь его товарищ. Позвонили на телефон, представились с сотрудниками милиции. Ну, и мы решили пойти, что мы не виноваты, зачем нам куда-то бегать. Мать Дмитрия теперь места себе не находит, где искать справедливости. Написано заявление в прокуратуру, но пока оттуда ни слуху, ни духу возмущается женщина. Это не первый, не последний случай. Я очень боюсь вообще. Мне все говорят, чего ты свозяла с милицией. Тебя убьют, рассказывают все, что угодно. Я боюсь ходить по улице. Но я буду бороться за всех, за всех пацанов, которые страдали в этом райотделе. И за своего тоже. Женщине даже удалось пробиться на прием к министру внутренних дел страны. Он как раз приехал бы в город с визитом. Все документы и справки Татьяна под полой пронесла, чтобы по дороге из рук не вырвали. Он лежит челюстно-лицевой с переломом челюсти. Сотрясение мозга. Пытали, угрожали изнасиловать милицейской дубинкой, предварительно надев презерватив. Министр внимательно выслушал женщину и пообещал. Если это все правда, милиция будет арестована, а начальник будет уволен. Но Татьяна боится. Пока суд додела, произойти может многое. Ей уже не раз угрожали и по телефону, и в квартиру пытались прорваться, уверяет женщина. Мы обязательно проследим за тем, как будет разбиваться эта история и расскажем вам об этом в одном из следующих выпусков. Ирина Нестеркина, ВЧАСКИК, Нарендовая.